События из текшей недели не были особенно яркими, зато были очень разнообразными. И начнем мы, наверное, с темы башкирской содовой компании «Горы Куштау». Собственно, речь идет о том, что на прошедшей неделе стартовал судебный процесс, который был инициирован, ну, по сути, на самом деле, самим Владимиром Путином. Но формально генеральная прокуратура подала иск в арбитражный суд Республики Башкортостан о передаче 100% акций башкирской содовой компании в пользу Росимущества. Вот примерно так генеральная прокуратура Российской Федерации истолковала весьма многозначное выражение Путина о том, что в этой ситуации нужно навести порядок. Стороны собрались. 14 октября состоялось первое установочное заседание суда. Суд, естественно, никаких решений не принял и, судя по всему, нескоро еще примет. Вкратце обсуждались позиции сторон. В ходе заседания количество сторон умножилось. В число заинтересованных сторон были включены Министерство земельно-имущественных отношений Республики Башкортостан, Банк Уралсиб, как фактический держатель акций, и АО-реестр, который каким-то образом регистрирует акции предприятия. Были высказаны и позиции по делу со стороны Рекфонда и БСК, собственно, компании «Башхим». Было высказано мнение о том, что передача 100% акций в пользу Российской Федерации и Росимущества нецелесообразна и незаконна. Башхим стоит на позиции, что вообще вся схема владения акциями на данный момент абсолютно законна, прозрачна и понятна. Ну а Рекфонд Республики Башкортостан, безусловно, беспокоится о том, что у него отнимут 38%, и Башкирия вовсе останется без вот этого источника доходов в виде дивидендов от этого пакета акций. Собственно, конечно, на самом судебном заседании ничего не решили, но наметили пути действия. Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации, который присутствовал на этом суде, в общем-то, не особенно расшифровал то, каким образом они представляют себе передачу этих акций в пользу Росимущества. Дело в том, что, совершая подобное грандиозное действие, конечно, неплохо было бы соблюсти какую-нибудь законность, потому что, ну, если это все будет похоже на какую-то большевистскую экспроприацию, то тогда, конечно, инвесторы во всем мире сдрогнут, потому что, ну, по сути, ведь речь идет не о каком-то мелком ларьке на демском рынке или там на вьетнамском рынке, речь идет о серьезном крупном предприятии, который входит в список Forbes 200 крупнейших предприятий России и является шестым в мире по объему производства каустической соды. Я почти уверен, что этот суд будет превращен в некое соревнование интерпретаций слов Владимира Путина и соревнование влияния в Кремле, чья группа и какая группа интересов возобладает и победит в сознании Верховного правителя России. Ну, так или иначе, следующее заседание назначено на 30 октября, и от него ожидать конечного результата тоже, конечно же, не приходится. Как бы это ни было парадоксально, но именно к осени почему-то активизировались льдовщики. Видимо, вот эта история Куштау и прочих там моментов как-то слегка их дезорганизовала, хотя нельзя было бы этого сказать о Миловском парке, который все лето просидел. Безрезультатно в засаде в этом лагере. Но в этот раз речь идет о Менделеевском треугольнике, старейшем объекте недостроя в республике Башкортостан. Более 10 лет люди не могут получить там квартиры. Там очень сложная, очень длинная, запутанная история. Мы ее много раз освещали, но сейчас речь идет о том, что официально дольщики и собственники этих помещений на Менделееве 128 дробь 1 известили власти республики Башкортостан, что с 20 числа они объявляют бессрочную голодовку и заранее выдвинули требования вполне себе понятные, но не вполне, конечно, исполнимые. В первую очередь дольщики требуют личной встречи с Радием Хабировым, так как они полностью утратили доверие как к Государственному комитету по строительству, так и к мэрии города Уфы. Вообще ради Фаридовича бояться нечего. Тот объем антител, который загадочным и волшебным образом вырабатывает его организм, вполне себе позволяет, наверное, ему встретиться с любыми жителями республики Башкортостан вне зависимости от их инфицированности какими-либо болезнями. Собственно, фотографии с последнего спортивного мероприятия, где он и его свита все сидят без масок в окружении зрителей в масках, подтверждают мои слова. Вторым требованием дольщиков Менделеева 128 дробь 1 является простое и понятное требование исполнения решения арбитражного суда от 17 января 2019 года в отношении тех, кто являются собственниками этих помещений. Странно, что уже более полутора лет решение суда не исполняется, и всем как-то на это дело все наплевать. Также дольщики требуют предъявить им проект секции М, который им отказываются показать, значит, проект секции М, который строится в этом комплексе. И еще дольщики в число своих требований включили требования смены подрядчика, потому что вот этот вот подрядчик муниципальный, который сейчас, он все время балансирует на грани банкротства, и они очень беспокоятся за то, что он станет банкротом, и они повторно станут обманутыми дольщиками. В общем, вот такие требования. Будем наблюдать, посмотрим, стоит ли нам ехать 20-го числа, а мы, наверное, все-таки съездим и там поснимаем. Это наша уже традиция. Уже несколько лет мы снимаем все акции дольщиков Менделеева 128-1. Также есть еще новости и по Миловскому парку. В минувший вторник вице-премьер, курирующий строительство, Раиф Рамазаныч Абдорахимов ошарашил всех новостью о том, что Дом.ру принял решение о достраивании 26 домов комплекса Миловский парк, а также о выплате компенсации дольщикам двух домов в этом же комплексе. Ну, все вообще прекрасно, тра-та-та. Правда, Раиф Рамазаныч забыл нам сообщить о том, что на 2021 год у фонда Дом.ру практически не будет государственного финансирования. Соответственно, никакие новые объекты толком строиться не будут. Ну, а дольщики Миловского парка выдвинули свою версию и трактовку этого решения. В частности, на прошедшей неделе они заявили о том, что достраивание 26 домов в Миловском парке в большей степени на руку чете комлевых, которые владеют огромным количеством непроданных квартир в этих домах, а вот самим дольщикам хорошо бы получить компенсацию. И как они выразились, а дальше делайте с объектом, что хотите. Конец цитаты. В общем, история с Миловским парком продолжается. Я лично нисколько не верю в то, что вот это решение, объявленное господином Абдрахимовым, хоть сколько-нибудь жизнеспособно. На самом деле, по-моему, это очередной маневр с целью на некоторое время утихомирить вот эту вот толпу вполне себе уже закипающих дольщиков Миловского парка. В предыдущем регулярном выпуске я говорил о том, что начинаю выяснять, что же происходит вокруг жилого комплекса биосферы. И в этот раз я исполню свое обещание. Я исследовал все публикации, которые были сделаны в открытом пространстве на эту тему. Действительно, отмечаю какой-то резкий всплеск и абсолютную поляризацию этой темы. Что вдруг так вот случилось, что начали писать под копирку, ну, практически одно и то же, я не знаю. Но я выделил четыре основные претензии, которые формулируются в этих публикациях. И давайте поговорим о них по порядку. Первая претензия, о которой говорят авторы этих публикаций, это то, что изначально обещали, что в комплексе будет фитнес-центр, и теперь его не будет. На самом деле это не так. Помещение под фитнес-центр запроектировано и построено будет, но тут, видимо, произошла некая такая ментальная путаница. Люди не поняли. Дело в том, что первый трест, который является застройщиком этого комплекса, не занимается спортивным бизнесом, и эксплуатировать фитнес-центр никогда не планировал. Здание, помещение будет построено, или передано в аренду, или продано желающим, кто занимается этим бизнесом по организации фитнес-центров, а то, что эти желающие появятся, у меня не вызывает никакого сомнения, учитывая хотя бы плотность застройки в этом районе, количество молодежи, которые там заселятся. Ну, в общем, тут, наверное, без вопросов. В общем, фитнес-центр в комплексе будет. Второе, и, пожалуй, что самый интересный вопрос, это вопрос индивидуальных котельных. Изначально в проекте вот этого комплекса было заложено, что каждая секция будет иметь собственную котельную, будет отапливаться секция автономно. Это позволит существенно экономить на отоплении, включать и выключать его в нужное время, уменьшать, увеличивать интенсивность отопления в зависимости от окружающей температуры, тем самым оптимально расходовать энергетические ресурсы и, соответственно, экономить на платежах. Это действительно так. Так было в проекте. Но теперь так не будет. И авторы публикации о том, что, дескать, запланированы котельные, и теперь их не будет, абсолютно правы. Но давайте разберемся, почему. Застройщик отказался от идеи автономных котельных вовсе не по собственной воле. Дело в том, что в ситуацию вмешалась некая стратегия развития государственной компании Баш-РТС в Республике Башкортостан. И согласно этой стратегии и постановлении правительства Российской Федерации, комплекс биосфера был принудительным образом подключен к основным сетям распределения газа и теплоснабжения. То есть, тут на самом деле случилось некое административное насилие. Город, по сути, принудительно подключил эти здания к системе газа и теплораспределения Баш-РТС, и, значит, все. И вопросов больше нет. То есть, безусловно, конечно, застройщик, наверное, мог купить котлы. Но зачем на это тратить деньги, если котлы работать не будут? При этом сами здания котельных все-таки успели даже воздвигнуть. Их можно увидеть, если сделать фотографии с высоты, как это сделали мы. Соответственно, тут, конечно, вины застройщика я не вижу. Вопросы к Баш-РТС, безусловно, остаются. Дело в том, что та схема, по которой теперь там будут оплачиваться услуги тепло- и газоснабжения, несколько дороже, чем то, что планировалось изначально. Но, как говорится, тут все вопросы к городу, к Республике и к Российской Федерации. Третья претензия к биосфере – это этажность. По мере перечисления этих претензий мы потихонечку идем в сторону их больше и больше бредовости. Вот третья и предпоследняя претензия – это этажность. И она уже в определенном смысле бредовая. Потому что на самом деле изначально проектировался 25-этажный комплекс. И он построен 25-этажным. 16-этажным он был только в первоначальной черновой планировке, которую, даже не в планировке, а в проекте планировки, которую, в общем-то, отвергли несколько лет назад и изменили. А согласно акту экспертизы за номером, я вот даже выписал, 0221-00-2217 от 9 июня 2017 года, согласно этому акту здание сооружения 25-этажное. То, что в некоторых самых старых, самых ранних договорах для его участия числится 16-этажное здание – это всего лишь проекция вот этой первоначального проекта планировки. Так что я тут не вижу какого-то особенного обмана. Я вижу только недоразумение и некое плутание в этих архитектурных терминологиях. Ну и четвертая претензия к жилищному комплексу биосферы – она самая бредовая. Это некое паническое предположение, что все это падает, все здания накренились, и скоро они свалятся куда-то туда, в Сипаилово. Ну, во-первых, безусловно, существует постоянный контроль за геометрией здания, и существует процедура сдачи-приемки, которые подразумевают контроль вот этой физической и фактической геометрии здания-сооружения. Во-вторых, за вот эту подпорную стенку, которую якобы возводит биосфера, было принято совершенно другое мероприятие. Вот здесь мне было достаточно сложно разбираться, потому что здесь были задействованы не только структуры первого треста, или еще какие-то подрядчики, тут еще был и декатлон. Но на самом деле выяснилось, что то, что было принято за создание какой-то там подпорной стены, является на самом деле выравниванием ландшафта между корпусами А и Б жилищного комплекса биосферы и зданием вот этого спортивного магазина «Декатлон». То место, где проводились вот эти земляные работы, даже физически не прилегает к жилому комплексу, либо к зданиям, которые входят в этот жилой комплекс. Более того, ну, пока я копался в этом вопросе, появилась, то есть была найдена и карстовая экспертиза, и, значит, акты о том, что, значит, геометрия здания и сооружения соответствует действительности, то, что нет сползания. Ну, в общем, это, скорее всего, продукт, конечно, каких-то, ну, параноидальных рассуждений, либо каких-то провокационных предположений. Дело в том, что, да, действительно, в одном из соседних жилых комплексов, я не буду говорить в каком, чтобы там не раздувать истерию и не вызывать каких-то вопросов, так вот, в одном из соседних жилых комплексов был факт нарушения геометрии одного из зданий, и, возможно, это кто-то перепутал, а, возможно, кто-то решил переложить с больной головы на здоровую. Но с геометрией жилого комплекса биосфера пока, слава богу, все в порядке. И еще одна тема, которая касается, безусловно, всех, без исключения жителей республики, это тема оплаты отопления. И вот эту тему я буду раскрывать абсолютно на личном опыте. На прошедшей неделе жители моноквартирного дома, в котором живу я, получили квитанции на отопление за сентябрь месяц. В сентябре в нашем доме отопление было включено 8 дней. За 8 дней на трехкомнатную квартиру БашРТС насчитала нам оплату 4900 рублей. За 8 дней. Несложно посчитать, что за полный месяц, например, отопления в октябре, этот счет составит 18 тысяч рублей. Это абсолютно вопиющие цифры. Жители вообще онемели и стали разбираться, а что же случилось. Ну, помимо того, что БашРТС нам опять насчитал какой-то перерасчет на 600 с чем-то рублей, откуда этот перерасчет, непонятно, и так далее. Помимо этого выяснилось, что оказывается, несмотря на то, что акт о готовности дома был подписан перед началом отопительного сезона, выясняется, что прибор учета, который жители нашего дома приобрели за свой счет, это очень дорогая штука, кстати, не введен в эксплуатацию по вине управляющей компании. И БашРТС не получает сведений о потреблении, реальном фактическом потреблении тепла нашим домом, и в итоге посчитала все по нормативу. Норматив у БашРТС вот такой. 18 тысяч рублей на трехкомнатную квартиру в месяц. В общем, мы все в шоке, как и огромное количество жителей Уфы и других городов. Дело в том, что эта ситуация абсолютно не единичная. Что делать, мы не знаем, но, судя по всему, придется судиться в очередной раз, кстати говоря, с управляющей компанией. Мы очень хотим поменять управляющую компанию. Это ООО УЖХ Ленинского района. Но так мы это оставлять не будем, как, наверное, и многие жители Республики Башкортостан. В конечном итоге это, конечно, может привести к какому-то платежному локдауну. Люди просто тупо перестанут платить. И, собственно, это единственное и последнее, что у них остается делать. Это коллективно и массово перестать платить вот эти платежи по отоплению. Потому что сумма этих платежей превратилась в абсолютный абсурд. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, и будут предприняты какие-то меры. Мы пытаемся обращаться во всякие инстанции и так далее. Но, в общем-то, Башртес, я так понимаю, это какая-то попытка хапнуть сразу многое со всех. За 8 дней сентября взять как за полный месяц отопления, да еще по какому-то совершенно демоническому тарифу. В общем, вот эта ситуация, она начинается, и мы будем следить за ней очень пристально. Многие мне говорят о том, что надо бы внести чего-нибудь веселенького в наши мрачные и печальные передачи. Я попытаюсь, и мне пришла на ум мысль о том, чтобы нам сделать такую рубрику под названием «Злые языки». Действительно, злопыхателей в нашем пространстве достаточно много. Они комментируют все, что угодно и все, что происходит. В частности, вот, например, на прошедшей неделе стало понятно, что влияние на некие бизнес-структуры, а именно на демскую, вьетнамскую базу, поменяло свой полюс. И новая администрация Башпотребсоюза окончательно утвердилась в правах влияния и управления этим новым объектом. А старая администрация через суд утратила это право. Так вот, эти «Злые языки» уже приписали это деяние руководителя администрации главы Республики Башкортостан Александру Сидякину. С чем я категорически не согласен, потому что совершенно нет тому никаких подтверждений. Однако все те же «Злые языки» начали говорить о том, что США Сидякин планирует сделать там на базе вьетнамского рынка огромный США-маркет. Видимо, развивая бизнес своей подруги и дизайнерки. В общем, конечно, это очень смешно. Но важнее не то, что люди изобретают и придумывают всякие недостоверные истории, начинают их вплетать в действительность. И потом мы иногда не можем даже отличить реальное от выдуманного. Важнее то, что люди внимательно следят и хоть сколько-нибудь шутят вокруг вот этой совершенно безобразной деятельности, которая происходит у нас под названием управление республикой, республиканской власти и так далее. Я еще раз скажу, конечно, идея о том, что Александр Сидякин причастен к деятельности вокруг демской базы абсолютно не доказана и мною не поддерживается. Но надпись «Саша-маркет в небе над демой» выглядела бы вполне себе нарядно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова